Законопроект об ответственном отношении с животными рассмотрят депутаты Госдумы в эту осеннюю сессию. Тема ждет второго чтения с 2011 года. В минувшие выходные зоозащитники по всей стране вышли на улицы городов с пикетами, чтобы такой жизненно необходимый для людей животных законопроект снова не отправился в стол. В Иванове те, кому эта тема не безразлично, собрались у памятника Фрунзе. Законом была прописана ответственность за жестокое обращение, причем ответственность такая реальная. Не то, чтобы какой-то мизерный штраф 500 рублей за убийство животного, за истязание. Во-вторых, чтобы регулировалось разведение животных, чтобы не было бесконтрольного разведения, не было выброшенных бездомных животных на улицах. Это очень важно. Та редакция, на которой настаивают зоозащитники, также предлагает регулировать деятельность муниципальных приютов и четко отслеживать процедуру отлова и стерилизации бездомных животных. А вообще речь не только о кошках и собаках. Волнуют также передвижные дельфинарии, когда млекопитающих перевозят и содержат в тесных бочках. Картонные дельфины урины в руках не случайно. Это обращение к человеческому разуму. Человечность – это сострадательное отношение ко всем живым существам. И хочется, чтобы на государственном уровне наша страна уже признала это как цель развития людей в нашем обществе. Я это хотела сказать. И со мной мой друг Дельфинчик шлет всем привет. Пикетчики собирают подписи с призывом ускорить принятие закона об ответственном обращении с животными. Среди тех, кто желает поставить свой автограф, много не случайных прохожих. Лариса Воснина прочитала о пикете в соцсетях и намеренно отправилась поддержать собравшихся. Ой, конечно, люблю. Всегда есть какие-то животинки. Всегда хожу, прикармливаю, если кого-то вижу. Всегда с собой корм есть. Ну, по мере своих возможностей. Подписи ивановцев будут отправлены Путину, Медведеву и Володину. Планируется, что подобные обращения будут собраны в ближайшее время по всей стране. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.